здравствуйте дорогие любители дачной жизни с вами наталья и канал цветы моей души за окном январь но мы садоводы неуемные натуры уже начинаем думать о подстоящем сезоне 22 года и уже каждый из нас планирует какие же цветы мы посадим в наших садах но я могу сказать что если вы уже опытный цветовод и у вас уже достаточно опыта для выращивания вот таких сложных культур как пеларгония бегония и устома то скорее всего мое видео будет вам неинтересно и я больше наверное все таки снимаю это видео для начинающих цветоводов или вот для таких как я у которых еще не было опыта вот именно выращивание таких цветов я сама занимаюсь уже цветами не первый год но так как я дачник выходного дня конечно я стараюсь сделать чтобы мой сад был малоуходным и чтобы как можно меньше все таки мне уделять растение вот внимание вот таким капризным растениям но каждый из нас как знаете как спортсмен или как по-другому сказать что за солдат который не мечтает стать генералом каждый из нас пытается все таки набираться больше опыта и даже для самоуважения наверное все таки стоит попытаться хотя бы раз жизни вырастить из семян именно вот такие сложные растения которые очень долго развиваются ведь и пеларгония и бегония и устома должны пройти такую стадию роста в 5-6 месяцев от времени посадки до времени цветения это конечно очень большой промежуток времени и если мы их не посадим заранее вот столь раннее время то цветение мы будем ждать только в конце лета а возможно что вообще его и не дождемся до этого времени у меня не было фитолампы поэтому говорить о ранних посадках данных видов растений даже смысла не было потому что так как у нас сейчас короткий световой день и эти растения конечно в такой вообще короткий день выжить выжить просто не могут и в прошлом году когда я приобрела фитолампу теперь я уже могу попробовать поэкспериментировать и высадить именно по поп попробовать вырастить эти растения через семена конечно можно купить уже готовую рассаду и честно говоря если у меня не получится вырастить эти цветы то я наверное скорее всего куплю готовую рассаду и уже не буду на следующий год проводить данные эксперименты и просто тратить свое личное время во первых конечно же мы покупаем семена и тратим еще какие-то финансы свои пусть небольшие но все же и потом все-таки какое-то переживание у нас есть по поводу того что что-то не взошло что-то не проросло все-таки нам как бы это неприятно но и не все-таки я решила попытаться попробовать вырастить бегонию пеларгонию и вот дальше примулу но об этом отдельный разговор именно через семена что касается вот конкретно эустомы да я взяла такой пакетик конечно это очень красивый цветок мне очень нравится как она выглядит в букетах но знаете я решила все-таки ее не сажать пакетик этот будет срок годности у него до двадцать четвертого года поэтому пока я решила ее отложить и все-таки я думаю что много достаточно много красивых цветов которые можно вырастить намного проще без вот таких вот заморочек я знаю что из эустому некоторые сажают даже уже в ноябре и в декабре я уже это время опоздала сажать честно просто не было времени этим заниматься и потом честно не хочется чтобы фитолампа с ноября по март стояла в комнате и она должна работать около 16 часов это все-таки знаете как-то бьет по глазам мне не очень нравится вот этот розовый свет от лампы поэтому эустому я откладываю по поводу примулы что могу сказать по поводу примулы вот и этот конкретный сорт бестебельная крупноцветковая которая взяла конечно она безумно красивая но вот именно вот эти безумно красивые примулы особо трудно выращиваются ну во первых она конечно нуждается в стратификации его на пакетике вот здесь написано емкость посевами семян на две недели надо поставить в холодильник желательно в морозильное отделение здесь всего семь семян в этом пакетике уже их разрезала вот они достаточно мелкие семена я ее посажу в отдельный стаканчик и уберу в холодильник дальше посмотрим скорее всего что если у меня не получится есть еще какие варианты есть вариант это посадить ее в июле в открытый грунт или в горшочек и оставить ее уже под зиму семена могут проснуться уже на следующую весну то есть они пробудут под снегом всю зиму это будет такая вот натуральная сертификация всю информацию которая сейчас вам говорю это я конечно же не придумала это я уже тоже смотрела в разных различных источниках то есть прежде чем чем-то заниматься конечно нужно что-то почитать послушать посмотреть других специалистов других профессионалов чем в общем я и занималась последние вот эти дома бегонии и пелаконии мы знаем что это вообще комнатные растения но их можно в теплое время года высаживать в контейнеры и даже в открытый грунт и они прекрасно будут свести и радовать нас все лето опять же таки я говорю что я особо не расстроюсь если у меня не получится вырастить их через семена потому что я просто делаю для себя какой-то шаг поднимаюсь на очередную ступенечку именно для того чтобы набираться опыта в выращивании цветов давайте мы посмотрим вот например бегония конкретно какие же здесь семена семена конечно очень мелкие плюс еще если посмотреть они к тому же еще и даже обработаны да то есть чем-то они вот там обсыпаны в пакетике мы тут видим количество написано 15 штук ну вот насти я даже не могу не могу понять где же эти 15 штук я не могу даже посчитать это бегония ну она тут конечно шикарная разноцветная все цвета радуги в ней присутствуют и пеларгония на пакетике написано всего четыре штучки ну конечно производители не знаю экономика такой степени ну прям ну что это такое четыре штучки даже не пять жалко что не не две да вот четыре штучки получается вот именно такие какие мы здесь видим цвета ну я сейчас что решила сделать я подготовила для этих цветов уже вот такую скажем так плошечку баночку что я узнала о посеве я во первых видите разделила пополам ну потому что смысла нет сажать их в отдельные контейнеры да вот четыре штучки этой пеларгонии я внизу уже в донышке сделала дренажное отверстие грунт должен быть очень легким желательно его надо просеять чтобы там не было никаких палочек никаких корешков никаких камушков честно говоря я свой не просеивала меня просто даже нет никакого подходящего ситечка дальше я его сейчас хорошенечко пролью так ну приступим наверное да вот я уже все подготовила хорошенечко надо пролить дальше когда уже сейчас вода впитается я еще пролью разочек уже слабым раствором органцовки но это мы как бы добавим сюда микроэлементов каких-то и заодно еще без заразим нашу почву и мы будем сеять я почему разделила потому что значит бегония у нас будет высеваться поверхностно и мы ее землю не будем присыпать а пеларгонию мы присыпем то тонким слоем тоже земли желательно тоже просеянной и после этого я ее накрою скорее всего поставлю ее в целлофановый пакетик при температуре надо держать ее 20 градусов и естественно обязательно нужна фитолампа сходы будут прорастать очень долго здесь вот написано что две-три недели обязательно пройдет точно не менее 10 12 дней а может быть даже и дольше в до трех недель и естественно смотреть надо чтобы семена не засыхали и в то же время чтобы они не очень сильно у нас вымокали то есть нужно очень хорошо внимательно следить за поливом данных семян ну что приступим и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И убираю я в пакетик И поставлю под фитолампу В принципе на этом все Посадка-то не сложная Самое главное теперь, чтобы растения не погибли Чтобы они все-таки взошли Какая всхожесть у семян тоже никто пока не может сказать Сколько это процентов по всхожести Но надеюсь, что все-таки у меня что-то получится И желаю я вам тоже Удачных всходов Шикарного цветения До встречи в наших садах Всем пока-пока и приятных моментов